доброе утро дорогие друзья у нас сегодня невероятная красота тишина был туман я немножечко попозже вышел поэтому туман закончился я вам сейчас покажу эту природу и мы поговорим на три интересные темы первая тема как сделать свой святой источник вторая тема зачем молиться перед едой и третья тема зачем молиться перед сном я направлю камеру на пейзаж и буду с вами разговаривать а вы в это время попробуйте посозерцать и впитать вот эту красоту который у нас тут есть я поставил еще и микрофон который улавливает всю среду еще и послушайте те звуки которые у нас здесь присутствует еще птички тенькают еще что-то это и вам тоже будет приятно и созерцательно и так друзья задает женщина вопрос я тоже хочу купаться в святых источниках хочу излечиться она там называет какое-то заболевание у нас их нет живу в аризоне поверить ей не трудно может быть в аризоне действительно и нет святых источников хотя не знаю если они вообще в америке наши должны быть наши святые источники православные освященные но я тут недавно читал или смотрел какой-то сюжет о том как индейцы воспользовались тем что недостаточно каких-то нам своих средств и они на своей территории устроили какие-то такие оздоровительные всякие процедуры и оздоровительные мероприятия в том числе и источники свои предоставили и там что-то вокруг них ходят с бубнами и все остальное и огромные деньги берут у американцев за то что приехать к ним на источника излечиться у нас то все святые источники доступны и бесплатны я конечно сожалею что у женщины нет такой возможности в аризоне побывать на источниках но у нас ведь тоже некоторые в какой-то степени страдает от того что до источника далеко что он находится где-то в каком-то месте недоступном и поэтому тоже можно некоторых понять так вот на самом деле святой источник это не такая уж большая хитрость так можно сказать потому что мы видим святые источники иногда вот там источник тихона луховского или источник какого-то святого который кстати не был священником он просто жил около этого источника он молился около этого источника он около этого источника людей принимал может быть сам купался в этом источнике и так далее так вот если мы посмотрим на наше православие то мы удивимся у нас настолько все упрощено если это нужно что в принципе святой источник каждый себе может сделать практически в любом месте нет ну конечно как наличие должен быть источник должна быть вода и как обязательность если вдруг она у вас появилась это то что нельзя ее после осквернять то есть надо дальше постараться последить чтобы не использовалась эта вода там и значит но в каких-то ну в каких я не знаю в каких неблагоприятных целях монахи то жили у источников они использовали на всю эту воду тот же сергий родонежский у него там источник пробился еще какие то все равно они и пили и ели и омывали с этой водой это конечно это однозначно но тем не менее все таки надо будет посмотреть так вот если в аризоне нет православного святого источника то совет очень простой такой у меня найдите любой источник где в общем то не очень то так можно сказать он захламлен или как-то так не это ну просто течет даже в речке можете вот такой найти себе углубление какое-то которое протекает и тут ну вот понятно что тут искупаться можно и тут все это и в принципе ничего особенного не нужно просто взяли перекрестили его три раза есть конечно молитвки молитвку можно скачать об по освящению воды вот освящать в общем то должен конечно священник но если вы почитаете хорошенечко внимательно что же там требуется если в случае необходимости в смертном случае а тут человек хочет излечиться у нее возможные смертный случай если в смертном случае что-то нужно сделать то любой православный может сделать то что должен сделать священник и очень просто нужно на себя накинуть что-то подобие епитрахили то ли это полотенчика такое чистенькое то ли это просто веревочка веревочку можно накинуть единственная значит обязанность после того как вы накинули прочитали молитвки по освящении воды этой перекрестили ее рукой можно рукой прямо в воде перекрести если у вас есть крестик то просто крестиком три раза можно вот так во имя отца и сына и святаго духа во имя отца и сына и святаго духа и будет источник освящен если вы это делали вот как я объяснил как вместо священника которого нет который мог бы это сделать то здесь очень просто эту веревочку или это вот шарфик полотенчика чистенький так далее отвезите в храм в удобном случае отвезите и скажите вот мне пришлось в смертном для себя случае осветить источник чтобы в нем искупаться и вот примите это было вместо и петрахили вопрос может ли это сделать женщина или мужчина могут задать потому что у нас священство как бы женское запрещено и здесь на мой взгляд ответ тот же самый по любви можно все то есть вот и по вере нашей господь по моему все может благословлять если мы понимаем что это для спасения для того чтобы человек выжил и еще больше уверовал господа то и женщине это можно сделать и мужчине вот на мой взгляд так если вы в аризоне там на освящаете таких штук десять источников то вам будет совсем хорошо и всем православным из аризона будет хорошо просто прямо проехаться но лучше всего конечно вот так я не знаю как там священники в америке за деньги это делает или еще что то но лучше всего конечно взять священника какого-то и пригласить и попросить его осветить вот в любом как говорится проточном месте себе такой источник мы здесь например так и делали просто брали уже вот на той стороне у нас был один источник но мы там еще один посвятили источник и тоже его люди теперь любят потому что он неупиваемой чаши и тоже его спокойно ощущает как святой мы здесь вот с нашей страны давайте я вам покажу у дома у меня тоже источник тоже его просто взяли осветили и тоже люди не только приняли но он реально помогает прямо рассказывает уже истории я не люблю такой мистики не люблю как-то так вот людей завлекать такой мистикой но рассказывают что да там икону божией матери млекопитательницы этот источник и вот берут для того чтобы родить детей для того чтобы вылечить детей для того чтобы мамочкам молодым как-то поиметь здоровье и молоко там есть но очень приходит за помощью для деток и молодых мам вот такая история про святые источники можно и у себя в огороде там выкопать или еще что-то но святой источник должен быть доступен вот святая вода не имеет права продаваться если вы вдруг сделаете у себя и загородите никого не пускаю не никому не даю это будет не дело это так не полагается он явно потеряет святость в ближайшее время вот если уж тем более решите что нужно можно продавать святую воду те кто считает вот святой источники у нас есть такая вода продается в магазинах те кто считает что она святая они очень сильно ошибается то есть если за нее заплачено дух святаго там нет некоторые правда жалуются что бывает во время крещения в храмах освящает воду а потом значит заплати денежку потом налей этой воды вот не никогда не наливайте это опять вода можно сказать не святая и все освящение после того как ее сделали платной с нее ушло вот так друзья в общем в случае смертном можно осветить все что хочешь вы можете просто взять себе ванну налить вот то что я сказал сделать то есть перекрестить цвет искупаться и все равно это будет освященная вода нет конечно там говорят нельзя сливать в канализации или еще что-то вот ну а куда у нас все воды текут все равно все текут в одну и тоже вот в такую или подобную реку все вот на этом тема освящение источника закончено я надеюсь что вы меня поняли и мы переходим ко второй теме и она называется зачем молиться перед сном не знаю понравилась вам такая система вот где я кручу туда сюда камеры еще и сам отвлекаюсь но пейзаж уж больно хорош так что вот так здоровья вам радости все по вере нашей где хочешь вот даже если эти индейцы свой источник осветили для себя и там продают воду вот вошли в него перекрестили он стал православным свящий источником вчера интересную историю матушка мне прочитала как в турции один наш дипломат приехал и он был настолько активный что турки его в общем грубо говоря вознелюбили он такой значит проповедь читал и такие значит проповедовал за русских и за русскую всякие темы что они решили его наказать а он побежал и спрятался у ну у главы города я уж не помню у кого он там спрятался и они окружили этот дом большой толпой и требует у него чтобы он его отдал ну вот у главы этого дома тот не знает что делать не знает как как поступить и вдруг этот дипломат молодой дипломат выскакивает на террасу с тазиком воды и на чистейшем турецком языке он его знал им кричит что если вы сейчас не разойдетесь я вас всех покрещу во имя отца и сына и святаго духа и держит этот тазик толпа как сначала оцепенела а потом как хлынула от него а он на коня и на корабль ускакал вот такая история то есть святой воды даже турки боятся помоги вам господи аминь оцепенела аминь